Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Нынешний год, он примечательен не только этим ужасным коронавирусом и многими-многими другими событиями. Нынешний год примечательен такой очень круглой датой для нашей русской истории. Отмечается в этом году 800-летие со дня рождения, наверное, самого известного русского князя Александра Невского. Князя, который у нас ассоциируется с Новгородом, вот с северо-западной земли, но он имеет отношение к нашей Тверской земле. Что это было за личность? Какое отношение он имеет к Тверской земле? Об этом мы сегодня и поговорим. Хочу представить гостей нашей студии. Это Сергей Богданов, доцент кафедры отечественной истории Тверского госуниверситета, кандидат исторической наук. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Наш постоянный резидент программы Вадим Рыбачук. Историк по образованию, он не только политик, не только предприниматель, он историк по образованию и председатель Совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Добрый день, Вадим! А вы можете нам звонить по телефону 3190, у нас прямой эфир. Что вы думаете о личности Александра Невского? А может быть, что хотите спросить? У вас есть блестящая возможность узнать из первоисточников. Не с интернета, не с Википедии, а интернета большой забор, на котором каждый пишет, что хочет. А из уст профессиональных историков, которые получили это образование в стенах нашего замечательного Тверского госуниверситета. Итак, господа, вот я, черпая информацию в интернете, в этом большом заборе, обратил внимание, что есть вроде бы как две даты. Вот в каком году он все-таки родился и, соответственно, в каком году нам отмечать 800-летие? То ли он в 1220-м, то ли в 1221-м родился? Ну, здесь нет необходимости выбирать эту дату, потому что 2020 год отпадает по той причине, что в феврале этого года родился старший Ярославович Федор. Эту дату фрекустрирует крупнейший специалист по истории Средневековой России Кучкин Владимир Андреевич. А поскольку первые космые напоминания самого Александра относятся к 1223 году, когда Ярослав Всеволодович выезжает из Новгорода в Переславль с детьми и с женой. То есть с детьми это значит, что уже два человека как минимум есть. И на этом основании Кучкин предположил, что все-таки они являются погодками как минимум. То есть 2020 год никак не может такого быть, что в феврале родился Федор, а спустя 9 месяцев должен родиться Александр. Поэтому 2021 год выходит на арену и, судя по имени Александра, крайне редкая среди князей ростовских и, в принципе, среди Рюриковичей восстанавливается. Это предполагаемая дата его рождения по святому. Известны печати Александра, на которых по традиции на стороне лицевой изображен святой его отца Федор Террон, а наоборот на его собственное святое. Это Александр воин. И вот вопрос в том, а где найти дату, где находится сам Александр, их довольно-таки много воинов, но находится лишь один, который празднуется один в этот день. То есть без Сонма, а один. Это Александр Римский. И его дата выясняется по месяцам, это 13 мая. Собственно говоря, 13 мая 1221 года это и есть дата рождения Александра Римского. Поэтому празднование, которое началось еще в 1995 году, вот этих круглых дат, на мой взгляд, приходится отложить пока не на год. Преждевременно мы. Преждевременно, да. Это серьезное исследование серьезного историка. То есть, собственно говоря, никуда деваться не. Ну, по логике, действительно, через несколько месяцев как-то мало, невозможно. И столько у него не было две жены. Дело в том, что вы сказали о том, что первоисточник, но интернет это не первоисточник. Все-таки то, что вы же... Для большинства нынешних, наш современник, я вот к чему. Естественно, это легко, мере не первоисточник. Ну, а первоисточник документ, в данном случае Кучкин оперировал, и мы оперируем летописями, летопиславринцевская, в которой указана дата рождения Федора. То есть, мы о ней знаем, что рождение, ну, там не прямая дата, вот месяц, месяц и число, а указано, что в конце такого-то года он рождается. И поэтому, ну, даже просто размышляя физиологически, никак нельзя думать о том, что в этом же году рождается Ярослав. Если говорить о венчании, я вот, насколько знаю, венчался он в нашем ныне очень маленьком городке на северо-западе региона Торопце. Тоже вопрос, вот, князь, казалось бы, почему в Торопце? Роман, ну, сейчас и тогда это все-таки вещи абсолютно разные, поэтому нельзя сопоставлять ни деятелей, ни восприятие их, ни города, ни ситуацию, которая происходила в то время или тогда. В то время Торопец, ну, по вашим же словам, ничем не хуже остальных вышеназванных вами городов. Ну, плюс еще и исторические корни, о которых мы с Сергеем до эфира говорили. Ну, представьте себе, что такое Торопец. Да, в то время. В то время, да. Ну, и сейчас остались мощные укрепления, это валы, мощнейшие валы, которые обносят довольно-таки большую площадь, и по площади это не такой уж и малый город, по большому счету. А исследования археологов показали, что там довольно-таки плотная застройка, и она связана еще с тем, что, видимо, после нашествия монголов на Южную Русь сюда стало стекаться население, что и объясняет появление большого количества южно-русских вещей и изделий. Ну, это раз. Во-вторых, ну, почему и Торопец возникает. Все-таки брак заключался между представителем Юрьевича Ростовских, ну, то есть сыном Ярослава Всеволодовича, и Половской княжной, то есть дочерью Вячеслава. Ну, Александра, вроде так, по легенде ее имя, и с этим браком связано и появление иконы Курсунской Божьей Матери. Но дело в том, что матерью-то Ярослава была как раз дочь Мстислава Торопецкого или Удатнова, или Удалова в поздней традиции, как князь Удалой в своих делах. Вот, Феодосия или Крещение. Ну, если она княжна, дочь Мстислава, то венчание ее сына, к этому времени она уже скончалась и была погребена в Новгороде, как вы сказали, с чем связана и жизнь Александра. То Торопец был выбран совершенно не случайно, как, видимо, родовое гнездо матери, и здесь все совершенно нормально, учитывая, что это мощная крепость, по большому счету. Но есть одна маленькая деталь. Ведь в это время Александр был князем Новгородским, и, судя по описанию этой свадьбы в летописи, первая каша была в Торопце, а вторая в Новгороде. То есть, вот это предпочтение у Дон Торопца наверняка связано с какими-то такими вот потремониальными традициями княжеского дома. Мстислав Великий, Мстислав Удатной, это совершенно разные, естественно, персонажи, но имя Мстислава Удатнова было широко известно, и он пользовался колоссальной славой, в том числе и на Западе, то есть они его хорошо знали и так дальше. Следующий вопрос, опять-таки, вот вы все учились уже, что называется, в новое время, то есть в постсоветское, но все равно на тот момент еще учебники были советские. Мне интересно, вот что вам говорили тогда про Невскую битву, потому что в советской, естественно, истории школьной, по крайней мере, я на Исфаке не учился, конечно же, Невская битва, разгромили шведов, там подробность даже есть, как там дружинник подрубил шатер, я уж молчу про печать, которую возложил на лицо Ярла Бергера, ну, то есть даже такие подробности, там подрубил шатер, шатер упал, паника и так далее, там подобное. Но я помню, как в 90-е уже пошли разговоры, дескать, а был ли мальчик, было ли сражение, было ли это Невская битва, или это патриотическая выдумка наших историков и так далее. Вот, мне интересно, что вам говорили на Исфаке, и что, какие, да, каковы данные сейчас? Мне кажется, более актуально даже вопрос не так ставить, а вопрос ставить так, если уж он интересен до такой степени, была или не была. Что говорили на Исфаке, наверное, ну, придерживали традиционной достаточно точки зрения, по крайней мере, в наши учебные годы, что, естественно, было. Вот. Хотя уж были 90-е тоже, когда уже можно было сказать и... Ну, сюжетов-то, может быть, огромное количество, и актуальность там того или иного мнения о том, была Невская битва или не была, она во временных рамках меняется. Даже так? Да, если я правильно, Вадим, вас понимаю, то речь идет о том, что какой-то был период низвержения идолов. Он сейчас продолжается, и, собственно говоря, Александру было присвоено какое-то иное качество, чем это было для советской историографии или даже до-дереволюционной историографии. Вот, и поэтому возникают вопросы, да, собственно говоря, а что Александр сделал такого, и были ли, вот как говорится, мальчики Невской битвы и так дальше. Простите, я вас перебью о том, был ли мальчик в Невской битве, мы узнаем после рекламы, буквально три минуты, не переключайтесь. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», мы сегодня говорим о личности Александра Невского, 800-летий со дня рождения которого, как выясняется, отмечается преждевременно. Ибо, как вот там профессиональный историк рассказал, на самом деле все говорит о том, что родился он в 1221 году, а не 20-м. Но, тем не менее, мы вот сегодня говорим. И мы как раз сейчас хотим задвинуть вопрос, была ли та самая Невская битва, благодаря которой он получил свое прозвище. И вообще, как-то так немножко удивительно, человек в 19 лет, такие полководческие способности, прям как Александр Македонский, который в 16 лет у Македонского, Македонский, стулья мы не будем ломать, а мы зато сегодня что-нибудь поговорим про Невскую битву. Невский ничем не хуже, чем Македонский. Думаете? А в плане исторической ретроспективы, опять же, надо понимать... Я в плане полководческих способностей. Ну, тоже вопрос спорный. Но 19 лет. Жизнь тогда, в то время, она ограничилась достаточно коротким периодом. Он умер в 43 года. Поскольку он умер в 43 года. То есть у него... Учитывая человек за 40 лет, это взрослый, да. Это же не Владимир Мономах, который дожил там. Ну, Владимир Мономах — это исключение. А правило — это вот 40 с небольшим. Поэтому когда еще ему было быть великим полководцем-то? Он принял воинскую присягу, условно воинскую присягу, в 4 года, по-моему, или в 5. То есть совсем мало. Ну, если житье верить? Да. Ну, наверное, да. Ну, хорошо. В его ранних годах-то вообще ничего не известно. Но для сравнения, значит, его старший брат Федор умер в 13-летнем возрасте в преддверии его свадьбы. Он прямо перед первым скончался, что на городском летописе говорит, ну, никому такого не пожелаешь. По-большому. Ну, правда. В 13 лет было мальчику. Ну, мальчику в наших современных понятиях. А он уже вступал в брак. По тем временам, да. Потому что люди понимали, что жизнь ограничена вот 40 с небольшим, и поэтому весь этот жизненный уклад, он был под это устроен. Это сейчас, когда у нас средняя продолжительность жизни, там, к 80 годам, ты понимаешь, что да, ты там школа, институт, университет, работа и так далее, жениться в 30. А тогда можно было и не успеть. Да, а потом, ну, да, это первая такая акция Александра самостоятельная. Но до этого вполне вероятно, что он участвовал в походах его отца. А отец-то ходил постоянно. Да. На немцев, ну, то есть, то, что называем немцем Литва, вот, с орденом Меченосов он сражался, в том числе и за изборские земли, за псковские земли. Поэтому можно думать о том, что у Александра был какой-то уже опыт боевой, по большому счету. Но в этих условиях он оказался, по сути, один на один. Ведь его отец был в Владимире. И, по большому счету, он мог занять позицию вжидательную, узнав о том, что шведы вошли в устье. Он мог ждать ополчения, собирать, уйти куда-нибудь, собирать, как Дмитрий Донской, да, в 82-м году. Да, да, уйти, в том числе. А он вот так и решил, с малой дружиной, то есть, только со своей дружиной, он, собственно говоря, вступает в этот отряд, и вот описано сражение. Что касается подлинности событий. Да. Но тут дело в том, что мы ведь данные о нем берем из источников, и главным источником является Новгородское летописание. Оно, как показано в исследованиях современных и показывалось, имеет характер аналог, то есть, записи погодных событий, причем буквально по горячим следам. Не доверять летописи, которые в том числе по материалам датируются веком XIII, у нас нет оснований, по большому счету. То есть, это не позднейшая, как и у многих летописей, а текущая? Это текущая, то есть, это древнейшая вообще, но там есть дискуссия насчет датировки, но все равно это не выходит за рамки середины XIV столетия. Это раз. Ну, и есть еще и все-таки западные источники, которые сообщают о том, что шведы потеряли какое-то количество людей. Ну, а если это так, то сомневаться в том, что это было, по крайней мере, боевое действие, не приходится абсолютно. А правда, что у самих шведов про это ничего не сказано? Ну, мы знаем об этом событие из орденских источников. Но шведы, в митре, отношения все-таки к этим делам. Нет, ну, столкновений было достаточно большое количество. Они же, как и Сергей Владимирович говорит, просто постоянно проходили. Это ситуация того времени, поэтому какие-то могли попасть в записи, какие-то в аналоги, какие-то не могли. И тут сомневаться о том, что вот именно эта фиктивная какая-то история, которая кому-то была выгодна на тот момент, ну, достаточно странна, на мой взгляд. Да, позднейший ее анализ, он мог быть политически ангажирован. И можно было каким-то образом это рассматривать там, была-не была, какими-то группами. Каким-то группам это было интересно. Но если обратиться к первоисточнику, то, собственно, все встает на свои места. Да, и объективно данное время говорит о том, что шведы начинают такое полномерное наступление на земли Южной Финляндии, в том числе и территориально Карелии или Карелы в области новгородской. А это были земли, исторически находившиеся под контролем именно Новгорода. Поэтому здесь, ну, опять-таки, это объективное уже обстоятельство. То есть, был предмет... Предмет для спора. Да, да, это совершенно точно было. Что интересно, с норвежскими-то мы, скажем так, с соседями договорились, насколько я знаю, мирно Новгород о разграничении территории. Кому там дань собирать в этих северных землях? На таком договоре, собственно говоря, и основывались отношения. Но эти договоры, они могли и нарушаться. Поэтому ходили, да, походы, потом отвечали на эти походы. Да, было и такое. Но шведы, они, собственно говоря, дважды нарушали. Вот в 1164 году был поход шведов именно в Усть-Инивы. И второй, в Усть-Инивы, 1240-го года. Такие акции, имевшие повторный характер. Борьба за землю, это же дань, как таковая. Да, она и сейчас заведется в Нагогом-Карабахе. Ничего не меняется в человеческой истории. Ну и переходим, конечно, как вот всех, опять-таки, нас учили. Главному сражению Александра Невского ледовому побоищу. Тоже в советское время все было. Все, помните, это каноническое, что на льду Чудского озера столкнулись. Рыцари тонули по тяжести доспехов, мы все это помним и так далее. Ну, начиная с 90-х, начали говорить, а было ли вообще сражение, дескать, ничего не найдено. Было ли оно на льду? Тонули ли рыцари по тяжести доспехов? Потому что обычный рыцарь тогда был вооружен ровно так же, как дружинник Александра Невского. То есть такая же кольчуга, стальные шлемы, никаких лад тогда еще. Это правда не было, лад появились в 19-летней войне, вот эти все полные ладные и так далее, и тому подобное. Поэтому у меня к вам вопрос. Вот что было в 1242 году? Ну, наверное, я сейчас поясню. Опять-таки, возвращаясь к объективным условиям борьбы за земли, в том числе земли, населенные не крещенными народами. Все-таки орден Меченосцев выступает, ну нет, уже Тевтонский орден, потому что уже осталось объединение. Извините, я вас перебью, а вот тоже давайте, какой орден? Потому что я читаю в детстве в одной литературе Ливонский, это чаще всего, потом Тевтонский. Вот какой все-таки орден пришел на лед Чудского озера? Ну, исторически, первоначально на этих землях, эти земли, я имею в виду, вот это же со временем Прибалтика, это земли, на которые претендовали рыцари ордена Меченосцев. И с ними боролся как раз Ярослав Селодич за земли пограниченные, вот как раз по реке Нарова, Чудское озеро, Изборск и так дальше. А после поражения жестокого, которое Меченосцы понесли от Литвы 1936 года, остатки, в общем, запросили помощь у Тевтонского ордена. И эта помощь была оказана, и те рыцари Объединенного ордена, Тевтонского, по сути дела, которые расселились в Прибалтике, стали называться по территории Ливонским орденом, Ливония. Вот и все. То есть официальное название какого ордена в итоге было? Ну, официально лучше на пользу Тевтонским орденом. А по территориальной принадлежности это Ливонский орден оказывается. То есть это как, я не знаю, то ли татары, то ли монголы нас напали, да? Вот то же самое. Ну, это тоже тонкий вопрос. Ну, тонкий или как была, в Византии или не было. Вот то же самое. Не так давно при обсуждении пособия, который готовил, макет пособия, который готовила наша кафедра, вот мне тоже была усказана такая претензия, почему вы называете татары. Вот, это уже как бы не отрицательно, хотя с Александром это связано. Он ездил в татары, говорится в редписи. Вам не представители монгольского посольства? Потому что, мне кажется, монголам больше всего обидно. Они же там как Чингисхан учтят, а татары, оказывается. По традиции, по традиции письменной в Европе, в том числе и на Руси, вот этих вот завоевателей из Средней Азии задавали татарами. Деваться некуда, опять-таки. Это слово, которое там написано. Если мы говорим о восстании 1927 года в Твери, там сказано «избиша татар». В Европе до сих пор используется тартария. Да, в этом нет учительного слова. То есть, Чингисхан, это в Европе, говорят, татарский хан. Татарский хан. Тут ничего такого нет. Это не надо воспринимать как оскорбительное. Это нескорбительно. Обидно, так они-то монголы, монголы. Мы монголы завивали полмира. Нет, Роман, не надо уподобляться, например, американцам, которые там запретили название эскимо, потому что это может оскорбить эскимосов. Но это достаточно странно. У них слово не запрещено. Нет, это другое. Это то же самое. А здесь-то мы в это слово ничего обидного не вкладываем. Это просто исторический факт, историческая справедливость, название, которое тогда употреблялось. И почему нет? Мы ушли от темы. То есть, этим ледовым побоищем-то. Вот на льду Чудского озера были представлены силы русских, с одной стороны, то есть, это силы Александра Иновгородцев и помощь, данная отцом в лице Андрея, воевод Кербета. И, собственно, тефтонцы. Или Ливонский орден. В принципе, можно и так, и так. Мы поняли уже это одно и то же. И судя по описанию, опять-таки, сохранившимся в летописании, все-таки это сражение состоялось, и указано место, локализация, там Вороний камень, который место это ищется. Я знаю, что были и есть экспедиции Санкт-Петербургского, Ленинградского, прежде всего, университета, которые вот там цены экспедиции устраивали. То, что не найдено никаких остатков, ну что ж, мы до сих пор, точнее, можем сомневаться в месте Кульковской биты. Там тоже ничего не найдено. Капали ничего не нашли. Да, и это дает основание того, чтобы таким одиозным авторам, как Носовский и Фоменко, говорить о том, что вообще-то Кульковская бита была не там, а вот где-то в пределах Москвы. У них и Римской империи не было волшебников государства. Да, но это уже прямое искажение, на самом деле. А здесь не нахождение реальных остатков, как у ретелатов, ну, тоже ведь особенностями описания может быть связано. По русским источникам погибло там 400 рыцарей. Да. Какие-то были приведены в плен в Новгород, да, и так дальше. А по рифмованной хронике, происхождение, собственно говоря, из Ливанского ордена, погибло 20 человек всего лишь. И 6 были не нахождение. То есть, 26 были потери общие боевые. Как быть в таком случае? Вот коллизия возникает. Но надо здесь знать о том, что рыцарь – это профессиональный воин. Вооруженный хорошо. Ну, я не берусь судить насчет доспехов, но это профессиональные воины. И по данным имеющимся… По более поздним понятиям дворянин, что важно. Ну, так, если тогда не было дворян, как таковых, но из-за аналогии проводить… Ну, это удобно. Это феодал. Да, феодал, да. Который имеет пожалование и так дальше. И вот он профессионально воюет. По данным того же Электронатства, можно говорить о том, что на 100 человек воинов, представляющих какое-то ополчение, один был рыцарем всего лишь. Да. Ну, это говорит лишь о том, что на льду Чудского озера было реально… погибло 20 рыцарей. То есть, это примерно четверть из всех тех, кто вообще оставлял вот этот Ливонский Орд, это объединение. У рыцарей не было тысячами. А все не было тысячами. Это были люди, которые не считались. Нет, ну, тут надо и масштаб бедствия, что называется, тоже оценивать. Мы же говорим о том, что это не тысячи, не десятки тысяч человек, как в последующие кровопролитные войны или события, которые недавнего времени. Это другой масштаб, исходя из того, что… Масштаб боев в Европе в те времена Средневековья – другой масштаб, да. Совершенно верно. И масштаб проживающих на этих территориях, участников событий непосредственных – это другой. И поэтому спустя там 800 лет обнаружить останки, ну, условно говоря, там 100 человек на достаточно большой территории, по которой локализации стопроцентной нет, ну, мне кажется, это достаточно сложный момент, говорить о том, что раз мы никого не обнаружили, то ничего не было, но это опрометчиво. Потому что у нас прежде всего даже не археология здесь первична, а первична историография, источника ведения. И если в источниках это подтверждается, событие, то почему не принимать это на веру? – А касаемо численности, ведь тоже я такие мнения справедливые, что, ну, высказывал, что правильно, как вы сказали, кого вообще считать рыцарем. Для русских, может быть, просто все вот эти люди, которые были, ну, не в латах, в кольчевых шлемах – это рыцари. А ведь на самом деле рыцарь в бой один не шел. С ним шли сержанты вот эти, комбатанты, как называют, и так далее, то есть его прислал вооруженный. И зачастую вооруженный вполне сопоставим с самим рыцарем. Может быть, просто для русских это все и были рыцари. – Ну, как раз вот об этом и говорится в современной стереографии, в частности, я могу опираться на мнение Антона Анатольевича Горского, вот, он как раз к этому мнению приходит, что в реформовой фронике указана потеря только рыцарь. – Именно. – Рыцарь. – Да. – А наши всех посчитали. – Конечно. – Вот всех, а то там вообще там, возможно, оказалось в этой свинье, которая шла к этому… – И эсты пресловутые вот эти все. – Да, вполне возможно, там могли быть и легко вооруженные представители там Юрьевского епископства и так дальше, поэтому там все. – А вот возвращаясь к тому, о чем говорит Вадим, вот к источнику, да, там сказано о том, что русские дружины гнали немцев еще там… – Семь верст. – Да, если они гнали их, то… – Вы себе можете представить, если лед лопнул, то как они это могли бы сделать? – То есть, вы думаете, вот этого как раз всем известного утопления подальдом? – Ну, утопление это самое тоже, ведь имеет кинемикатографическую скорее традицию. – Да. – Это мы знаем, наверное, по фильму, да, который снимался там не военному. – Конечно. – И поэтому у всех в памяти отложилась как картинка, как визуализация образа очень яркая, да, что вот под массой этих людей провалилось все и так далее, так далее, так далее. может быть, это, конечно, было, в каком объеме, непонятно. – То есть, может быть, действительно, кого-то загнали на то место, где вот здесь был тонкий лед. – Да, запросто, полынья, там какая-то сюжет, все, ситуация, она очень понятна. Но то, что это было на достаточно большой территории с последующим преследованием побежденных, мы это тоже как факт понимаем, и поэтому там, на мой взгляд, возвращаясь к тому, что достаточно сложно найти исторические свидетельства, останки, грубо говоря, участников этой битвы, ну, тут ничего трагичного нет. – Ну, да. – И это не позволяет нам говорить, что нет, ничего не было, все, живем по-другому. – Ну, я как раз вернусь к мысу о том, что, видимо, это связано с состремлением вот низвергнуть идолов, так называемых, Александр. – Кумиров, скорее. – Кумиров, да. – Да, Александр может расцениваться, и может быть, расценивается многими, как вот идол советской эпохи, возведенная в ранг героя национального, ведь это же была фигура, которая была очень важна в рамках войны, вершись с оккупантами, с нацистами, да, но это же очень важно было для менталитета знать, что были периоды, когда победа одерживая, побеждали. – Я бы, кстати, посмотрел еще даже несколько с другой стороны на всю эту историю, ведь однозначно положительных политических военных деятелей не бывает в принципе. – И сейчас тогда? – Не в 1200, в 200-м году, в 13-м, ни в 14-м, ни в 15-м и так далее. И сегодня их нет. И поэтому кому-то в определенные периоды это может быть интересно, как Сергей говорит, да, подкопать под такую массивную фигуру. Кому-то, наоборот, это важно защитить ее. – Вот подводя итог Ледового побоища, в какие цифры оценивают современные историки количество участников с той и с другой стороны? Речь о тысячах или о сотнях все-таки? – Ну, вот прямо точек оценок… – Хотя бы порядок цифр. – Ну, я думаю, что сотня, сотни может быть. Не доверяя, в том числе, эти налоги последующие, там, скажем, тема Ордынская, это 10 тысяч, и если верить напрямую в том, что на Тверскую землю после восстания в Твери пришли 10 темников великих, 10 тысяч, но таких нет, таких цифр, скорее всего, нет. Вот сотни, да, наверное, так. Ну, учитывая, что я сказал, что 20 рыцарей, из них 6 потом еще в плен попали. – То есть, это локальные конфликты? – То есть, это не было каким-то таким, знаете, нас-то как все-таки учили, что это такая веха была, что-то типа Куликовской битвы, что-то типа Бородинского сражения, я не знаю, там, битвы при Адрианополе, то есть, веха. То есть, это было, видимо говоря, не было такого генерального сражения, которое предопределило судьбу Руси. – Ну, нет, все-таки это была веха определенная, потому что таким образом Александру и его союзникам, Новгороду, удалось все-таки отстоять вот притязание ордена на западно-русские земли. Ведь в то время, когда шла эпопея на льду Чудского озера, до этого Псков находился в оккупации, и Александру удалось, собственно, немцев оттуда выбить, ну, немцев, я имею в виду, как их называли, орденских, да, орденских рыцарей оттуда выбить, а Псков был в оккупации чуть больше года. – Понимаете, влияние на исторический процесс даже такого события тогда было достаточно серьезным. и как с точки зрения восприятия согражданами этой победы, и так с точки зрения международной, что это же, как бы, у страха глаза велики из той же серии. Этот сюжет, он, когда трансферировался в Европу, он же обрастал новыми подробностями, как всегда, это была совершенно нормальная история. – Ну, почему все-таки вот в русской истории, вот мы все тоже помним, со школы, вот Ледово-Побойще, потом следующая знаковая битва, там, ну, Куликовская, что уж там говорить. А вот насколько я сейчас читаю, что та же самая Роковорская битва, которая в 1268, она была куда более массовой, и она, главное, успешная для нас, для русских, победили, тем же самым крестоносцев-рыцарей. Почему вот про вот это сражение, сами понимаете, знают только вот вы историки? – А это как раз объясняется, или можно объяснить персоной, которую мы обсуждаем. Ведь, о чем говорит Вадим, слава об этом князе, и в Западной Европе, конечно же, и к папе она пришла, и который потом бул и слал Александру, приглашая его в католичество, ну, или принять помощь Рима. Ну, и в Орду, по житию ведь известно о том, что, узнав о силе и могущество князя, его, собственно говоря, в Орду вызывают. И это нашло выражение в известном фильме. То есть Александр Невский, когда, помните, он говорит, не послу, и вот этот гордый князь отказывается ехать в Орду. Это вот сюжет. – И вращается к рубачим сетям. – Да, да, да. – Но таких сюжетов очень много. – А в Роковорской битве, то есть, такой личности не было, да? – У одних князей это все публичное поле попадает, как это сейчас принято говорить, у других это проходит в таком закулисном варианте. Ведь даже если вспомнить, извините, Сергей, сюжет с Михаилом Тверским, да, сколько князей отдали свою жизнь в Орде за свой народ. Не один Михаил Тверской. – Или на поле боя, как рязанский князь. – А у нас, да, этот подвиг Михаила Тверского, он стал наиболее значимым, наиболее заметным. Точно так же и по военным сюжетам. Какие-то баталии, может быть, были более значимы в количественном варианте, в территориальном варианте. Но сама личность Александра Невского, в том числе и на международном уровне, она повлияла на то, что в аналах эта битва зафиксирована, нашла свое отражение. И, собственно, источники донесли ее до нас. – Более того, почему операционность здесь важна? Ведь битвы другие, не менее значимые, роковорские, не зафиксированы в том, что мы называем житийной литературой. А Александру было написано «Житие» почти сразу после его кончины, там, 60-е или 80-е годы. И оно распространялось очень широко. Так же и Михаил Тверской. То есть мы знаем о его жизни, о его подвиге в кончине в Орде, подойдя с житию. То есть это почитание. Никого из роковорского битвы не почитает. То есть нет такой популяризации. То есть современные словами пользуются пиар-технологией. – Может быть, не дошла просто информация. Может быть, источники утрачены. Тут сюжетов-то, может быть, вариантов огромное количество. Но мы должны использовать ту информацию, которая у нас есть. И сегодня, как Сергей говорит, у нас достаточно много оснований для того, чтобы отвечать на ваши вопросы уверенно и однозначно. – А в таком случае, ответьте, однозначно упомянули уже Папу Римского. Так были ли какие-то переговоры о том, чтобы Русь перекрестить к католическому вряду или как? – Ну, не о перекрещении идет речь, а о том, что русского князя приглашали принять помощь Римского. – Военную? – Ну, военную в том числе, потому что все-таки вот эти вот меченосцы, Тевтонские – это все рыцари, которые находились под, ну, если не под властью, то под покровительством Папу Римского. – Это все-таки религиозная организация, ординаты все-таки. – А история вот с этими булами Иннокентия IV, она такова, что связана как раз с поисками Александра выхода из ситуации двояка. То есть, с кем союз иметь, с Тевтонским или с орденами или все-таки с Ордой. С Ордой против тевтонцев, с Тевтонцами против Орды, получается. – То есть, тогда же ситуация такая, между демокрой и наковальными. – На взгляд современного человека, на мой взгляд, ну, лучше все-таки с меченосцами, потому что это какие-никакие а христиане, собратья по вере, а монголы вообще на тот момент еще были язычники и так далее. То есть, логичнее принять помощь, как бы, ну, так или иначе, все-таки Русь тогда, она и сейчас считается в лоне европейской цивилизации. А тут монголы, к тому же, ладно, были просто соседи, они только вот Русь пожли под корень. Жесточайшее разорение. Почему все-таки он не принял помощь Западу? – Ну, начнем с того, что современный человек, в принципе, не может оценить эту ситуацию, насколько она была серьезной, тяжелой или трагичной даже на тот момент. И те, и другие, и с одной, и с другой стороны, и европейцы, как вы их называете, и азиаты, они апеллировали понятием смерти. Это совершенно была история, которая работала очень эффективно. А беда на Орду должна была быть, только что всю Русь цивилизации. – Ну, вот смотрите, получается такая ситуация, что после завершения европейских походов Батой обосновался в Нижнем Поволжье, возникает Золотая Орда, западный улус Монгольской империи. И сразу после этого вставку к Батую вызвана Ярослава Селодичем, то есть для того, чтобы оформить отношения. То есть вот это возникает система сезеренитета или подлинщ, потом это будет назван монгольским игом, или татар-монгольской иго. – Ярлыки. – Ярлыки и так дальше. И из Золотой Орде Батой подтвердил право Ярослава на старейшинство русской земли. То есть он остался старшим князем, других просто уже не было, потому что и старший брат, и другие сородичи его погибли во время нашествия, битвеносить Юрий Селодич погиб и так дальше. А для подтверждения своего права быть старейшим Ярослав, был вынужден уехать в Каракарум. То есть, собственно говоря, вставка в Монгольскую империю. Где был, как известно, отравлен. Отравлен по приказу Туракина, ханш. И в данном случае мы имеем независимые данные папского легата, посла Золотой Орде в Каракаруме, план Карпини, который описывает в том числе эту самую историю или о ней говорит. И судя по описанию Карпини, такая ситуация складывается, что отравление было не только лишь актом какого-то недружелюбия Туракина, а стремлением остановить на Руси одну из возможных форм правления, которые монголы использовали на огромной территории захватить. Представьте, это и Корея, и Северный Китай. От Кореи до Астралии Азии. В одних землях монголы вводили прямое управление, то есть смещали местные династии и вводили то, что называем собственными законами. Как в Китае. А на других землях, в частности на Руси, сохраняется местная династия и управляется через нее при помощи выдачи ярлыков, и потом уже формируется выход в Орду. И вот эта история связана с этой попыткой. После смерти Ярослава Туракина вызывает в Орду Александр. То есть отказывается ехать, по большому счету. А в самой Орде есть такое противостояние. И когда Александр поехал уже в Орду сам, но в связи с тем, что в Орде умер Хангуюк, изменилась ситуация на самой Руси, когда после Ярослава Селодича наследовал стол Владимир и его старший брат Стослав по традиции. А остальные Ярославичи, они оказались недовольны в ситуации. Вот они с Андреем вместе едут к Батуе сначала. Тут уже пролетка Ракарума. И во время нахождения Александра в ставке Бату, как раз была получена первая була от Иннокентия, в которой он как раз и призывал Александра, по примеру его отца, принять помощь Рима и с тем, чтобы при движении татар им была оказана помощь. Хорошо же. По сообщению плана Карпини, как раз Ярослав в общении с ним размышлял о том, чтобы принять помощь Риму военную. Ну, собственно говоря, и так дальше. Причем, совершенно право о том, что все-таки две разных конфессии, части католицизм и православие. Религия-то одна? Да, несомненно, одна. Но есть очень серьезные догматические отличия, что вызвало схизму в свое время. Причем католики же называли православных схизматиками, а те их погаными латинами называли. Ну да, расплевались они там. Да, поэтому, будучи как раз пока в Баты, Александр размышлял. Понимаете, он пока еще находился в размышлении. Или так, или иначе. Когда же они оба уехали в Каркарум, и было подтверждено их право на Киев у Александра, а Владимира у Андрея, собственно говоря, уже у него решение созрело. И спустя два года, в 1450 году, Александр напрочь отказался от любой помощи легатов, потому что послы были присланы, но и они были отправлены в свое место. Все, было однозначно выбрано вот такое с темнотношение Орда против Ордена. А вот взаимоотношения с Ордой, как раз касаемо тоже, возвращаясь к тому, что в 90-е пошел и разговоры, дескать, продался Орде, лег под них полностью и так далее. Вот что вы думаете? Потому что было в Новгороде восстание против переписи, а он наказал противников переписи, Ордынцы хотели провести перепись. То есть, все-таки, что он просто грамотно лавировал, ну, другая же точка зрения, что он, наоборот, благодаря ему, то есть, мы избежали очередных нашествий монголов там и так далее. Что были даже разговоры, что монголы хотели рекрутировать, что называется, часть русских для своих внутренних воинов в монгольскую армию. А он этого тоже, дескать, благодаря его мудрой политике Русь избежала, не пришлось за русским воином где-то там воевать во внутреннем монгольских этих сражениях одного хана с другим. Ну, исходя из того, что истории в сослагательном наклонении не бывает, мы не можем говорить о том, как бы развивались события, если бы повернулись в сторону Ватикана. Поэтому, наверное, политическая ситуация была тогда такая, что принять нужно было решение оптимально быстро. И, наверное, видел Александр те вещи, которые мы отсюда уж точно увидим и не сможем оценить, насколько ему это было выгодно или для себя самого, или для своей политической карьеры, или для Руси в целом, и что он ставил на первое место, какие вещи. Но решение было бы принято. И этому принятию есть объяснение. Первое, это то, что сам видел Александр. Вадим говорил о том, что нам довольно-таки просто на это смотреть с точки зрения современного человека, и нам тяжело встать на уровень мировоззрения средневекового человека с ментальностью христианина, думающего о смерти. То есть, страшный суд и так далее. Так вот, что увидел Александр? Он проехался от Поволжья до Монголии. Он увидел саму империю. И мощь, мощь, в принципе, с которой можно было бы сражаться. Но можно или нужно сражаться. Это первое. Второе, это, собственно говоря, то, о чем мы говорили насчет Невской битвы и деятельности шведов, когда король Бергер начинает уже не просто такое эпизодически, а полномасштабное вторжение в Южную Финляндию. Собственно говоря, это показало врага лицом. Но это те же католики, по большому счету. И еще одно объяснение, вот Антон Анатольевич Горский, мой сегодня уже называвшийся, находит в том, что в письме Иннокене IV предполагалось утвердить просьбу Александра на постройку собора католического в Пскове и организации там епископии. Но это же было тоже очень важно, потому что город русский, который находится под властью Новгородского владыки, и на этом строятся их взаимоотношения, хотя там может быть в Пскове свой князь быть, и посадник там свой и так дальше. Но это враждебная епископия, то есть враждебная по конфессиональному признаку. Более того, уже был пример организации епископии в Юрьеве, а Юрьев это город, основанный русским князем, ну, современный Дербт, да, или Тарту, вот, то есть показано было, что действия, собственно говоря, католиков, они в смысле конфессиональными являются более вражденными, чем действия монголов. Он же проехал, и оказалось, что монголы вертерпимы. У них не было действий. На тот момент? Ну, как на тот момент? Потом-то они приняли ислам, и все стало пожестче, насколько я слышал. Да нет, тут с точки зрения толерантности, наверное, им было все равно. Конечно. У них, вот, что называется, ничего личного, бизнес. Хотите быть православными, будьте. Платите оброк, и все. С католиками сложнее, да, и поэтому, а так, по-русски говоря, хрен-ретьки-то не слаще. Поэтому он, наверное, взвесил еще и ситуацию по военной мощи, потому что, с одной стороны, мы видим, какое количество там рыцарей участвовало в этих столкновениях на севере, так, грубо говоря, и сколько он увидел, когда доехал до Орды, да, Туча. До Каргарума особенно. Поэтому принятие решения, скорее всего, было достаточно объективным, на мой взгляд. У нас эфир подходит к концу. Хочется много чего спросить. Но последний вопрос все-таки. Давайте еще раз расскажем телезрителям, буквально вот у нас три с половиной минуты, насколько он близок нам Тверским? Все-таки как-то новгородский князь и так далее. А при чем здесь Александр Гневский и Тверь? Ну, вы имеете в виду осуждение о том, что Александра можно признать первым Тверским князем? Ну, есть такое, да. Есть такое мнение, высказанное как раз Владимиром Андреевичем Кучкиным, и оно основано на документе конца XIII века. Это грамота Михаила Ярославовича Новгорода, где указаны давние люди, позоровавшие к Твери при Александре и при Ярославе. Вот эта вот фраза дала основание ученому, говорит, о том, что не Ярослав является первым князем Тверским, а Александр, коль скоро по нему такие люди позоровали. Ну, тут можно не сомневаться, на мой взгляд, о том, что все-таки Ярослав является первым Тверским князем. Можно лишь дискутировать о том, когда Тверь стала его уделом. И это уже научная дискуссия. Причем этот документ, он прямо указывает, что при Александре и при Ярославе вот эти давние люди позоровали, ну, это как качество кредита можно оценить, к Твери. Не к личным князьям, а к Твери, как к городу какому-то. И в той же грамоте указано, что есть люди, позоровавшие в закладе Михаилу, ему лично, а это уже феодальные отношения. То есть, это вот, несомненно, отношения, связанные вот этих вот закладников с Тверским князем. С княжением. Да, поэтому лучше думать так, что вот Тверь была под властью Александра и Ярослава, как князей Владимирских и Новгородских. И вот это объясняет... Ну, а в современных реалиях, если мы говорим, что Торопец сходит в Тверскую область, то мать Александра из Торопца, вот вам, пожалуйста, прямая историческая параллель. Не параллель даже, а связь о том, что человек наш Тверской. То есть, да, Тверская область, попросту говоря, не чужая на этом празднике жизни под названием 800-летия Александра Невского. Нет, несомненно, не чужая, тем более, что мы говорили об Александре как князь-защитнике, и есть много, ну как много, но есть дан о том, что князь защищал неоднократно Тверские земли. Бежичи, Торжок, Торопец и так дальше. От кого? От литовцев. То есть, не как многим от Монгу? Нет. Нет? От литовцев. Опять, то есть, опасность стороны Запада? Да. К вопросу. Ну да, формирующийся княжество Литовска, потом ВКЛ. Которое еще, как нам в школе начали даже говорить, было вроде как русско-литовским, то есть, процент состав русского населения там был велик. Ну, а княжество организовано по преимуществу на землях Запада и Русска, да. А историческое ядро, там, Аукштадте и Жемайте, это, собственно говоря, ну, по сравнению с территорией, там, Туровского, Липинского или Минского княжества, это совсем небольшие земли. Ну, то есть, опять к вопросу, что получается, вот, Александр Невский всю жизнь воевал с Западом, получается. Рыцари, Литва, то есть, они с Востоком. Соответственно, поэтому он видел самую угрозу оттуда. С Востоком вообще не воевал. Да, ну, казалось бы, Орда и так далее. Противника, вот, получается, все равно основной противник Руси был на тот момент, после монгольского нашествия, монголы все показали, а Запад все-таки представлял и в религиозном плане больше, куда опасность. Ну, наверное, однозначно такие выводы все-таки делать нельзя. Ситуация политическая очень сложная, экономическая еще сложнее. Эти военные столкновения постоянные, да, сюжеты там с голодом и неурожаем тоже. Поэтому надо понимать, в каких реалиях ему приходилось править. И тогда уже только, может быть, мы поймем и оценим его там выбор или масштаб его исторической личности. Но то, что это была масштабная фигура, которая была известна и в Европе, и в Азии, это факт. И то, что события, которые происходили на территории современной России с его участием, они имеют место подтверждения, они максимально значимы, тоже факт. А у нас сейчас факт, дорогие телезрители, в том, что эфир подошел к концу. Мы сегодня обсуждали 800-летие Александра Невского, историческую личность этого князя. Личность, как вы слышали, действительно масштабная, историческая, известная на Западе и на Востоке. Поэтому в следующем году тверичане смогут с чувством полной своей правоты тоже отметить 800-летие со дня рождения этого князя. Можно дважды. Спасибо вам. Можно начинать сейчас. Да, можно сейчас начинать. А еще самое главное, начинайте и читайте книги. Интернет – хорошая вещь, но читайте книги, которые написаны профессионалами, если вы хотите знать историю государства российского. До свидания. Спасибо.